Дорогие друзья! Как-то просто, просто и буднично нынешнее событие. С одной стороны, вы правы, так и должно быть. С другой стороны, вы даже себе представить не можете, какую бурю эмоций не только у наших соседей, не только у поляков, которых мы, порой перебирая, часто клеймим, чем попало, но и во всем мире, какую бурю эмоций вызвало провозглашение в Беларуси вот этого праздника. Люди это воспринимают буднично, как я уже сказал. С одной стороны, я этому рад. Правильно. Вы живете тихой, спокойной жизнью, нацелены в будущее, растите детей, возделываете хлеба для того, чтобы можно было их накормить. Есть кому заниматься политикой и большой историей. Но еще раз подчеркиваю, политика очень давлела над историей всегда. Поэтому вековой давности события, которым мы будем сегодня обращаться, не единожды, были настолько политизированы, что вот эта Первая мировая война 17-18, 19-21 года, когда нас разделили по-живому, был такой замес в истории и каша на территории нашей Беларуси, что не только историкам, но и многим другим политологам, юристам и государственным служащим придется разбираться. Но неизменно одно. Мы живем на своей земле. Это наша земля. С тех давних времен Это незыблемо. И мы эту землю никому не отдадим. Ну а теперь к официальному. Сегодня, 17 сентября, мы отмечаем День Народного Единства. День, который в нашей исторической памяти стоит рядом с государственными праздниками Великой Победы и Днем Независимости Беларуси. Потому что в далеком 39-м он предопределил будущее, героическое свершение единого белорусского народа. Утраченную традицию праздновать освобождение западных белорусских земель Мы вернули в свою жизнь не только как дань памяти этому эпохальному событию. Без этого события трудно было нам говорить о победе. Я уже не говорю о независимости. Это ответ на новые попытки Запада разделить белорусский народ по-живому и разорвать в клочья страну. Это наказ будущим поколениям белорусов вспомнить исторические уроки. Мы не можем повлиять на тот факт, что находимся на перекрестке геополитических интересов, ведущих державу мира. То есть здесь, на этой нашей святой белорусской земле, если смотреть в историю, да и в будущее я это вижу, эпицентр всех событий. Здесь всегда творилась эта каша. Здесь всегда сталкивались интересы крупнейших государств, и мы порой оказывались в ситуации не своих действий и не своей войны. Здесь шли разборки крупных мировых игроков. Ну а мы, причем мы. Так вот это главный урок для всех, для нас, кто живет на территории Беларуси, для провластных и невластных, для оппозиционеров и беглых. Мы должны запомнить, если мы не возьмем голову в руки, то в этом вот переделе нынешнем мира мы снова окажемся в этом страшном политико-экономическом замесе. Да, надо мной немного давлеет событие вчерашнего, позавчерашнего дня в древнем Самарканде. Вот там особенно ощущаешь, когда сидишь среди глав государств, нерв эпохи. Там ты особенно чувствуешь наша земля. Сколько бы нас ни было, 10, 12, 20 миллионов, умереть должны, но сохранить ее для своих детей. В противном случае будем снова под плеткой горбатиться веками, пока не сложится ситуация, если сложится, что мы снова станем независимыми. Вот в чем момент и урок один. Нас не будут толкать то влево, то вправо, то с востока на запад, делить и резать, если мы будем жить на своей земле, будем ее ценить, никому не отдавать и будем свято хранить свой суверенитет над этой территорией. Поэтому личное в сторону только народ, только государство. В наших силах сегодня сделать выводы из событий прошлого, чтобы устоять и сохранить себя как суверенное государство. Поэтому мы будем помнить, без этого нельзя, и напоминать всем о том, что в союзе восточнославянскими соседями белорусские земли развивались. И Киевская Русь, и Российская империя, и СССР. А в объятиях Запада не единожды мы находились там. В этих объятиях мы погибали. Мы загнивали, как нация. Нас грабили, уничтожали, как этнос. И в эпоху Речи Посполитой, и в период 20-летнего польского порядка на наших западных землях, землях, которые сегодня польские элиты называют своими восточными крессами. Вы знаете, мы не белорусы. Мы просто крессы, какие-то. И когда вы оцениваете, и кое-кто думает, вот эти бедные беглые там сидят, какие они белорусы. За какую они независимость. Они за крессы. А я хочу, чтобы мы белорусами были. Чтобы дети наши были белорусами. А белорусами мы будем только на своей земле. Вспомните, не успев получить буквально из рук буквально из рук ленинского Совнаркома свое государство более чем столетнего перерыва, польские власти сразу же предъявили претензии на белорусские территории. Сто лет назад. С позиции сегодняшнего дня мы видим неизбежность этой геополитической катастрофы в нашей истории. Как покажет последствия время, воля противостоять агрессору у нашего народа была. Не было единства наверху, в правящих кругах, которые в начале 20 века стояли у истоков создания белорусского национального государства. Наша земля, опустошенная германской оккупацией, это в начале века, не в середине, была тогда растерзана внутриполитическими распрями. Вот в 20-м году нам это хотели подкинуть. История повторяется. Одни местные националисты из числа сторонников БНР грезили о власти любой ценой. Так было в 20-м. Это уже наследники их. Они думали только о власти. Как схватить, порвать, поделить между собой. Даже тогда они готовы были это делать под сапогом кайзера, под сапогом немцев. В начале века. Я не в середине говорю, хотя в середине века прошлого это опять повторилось. Другие националисты с одной стороны, другие жили мечтами о мировой революции. Мало было на этой территории Российской империи и так далее. Надо было совершить мировую революцию. Одни за власть, так называемые белорусы, другие о мировой революции. Под влиянием одних и других. И в первом и во втором случае интересы нашего народа либо отрицались в принципе либо отрицались в сторону как несвоевременный вопрос. Наши интересы были не вовремя. Они игнорировались. Почему? Потому что мы не были хозяевами на своей земле. Мы не были суверенными. Ничего у нас не было ни государства, ни власти, и земли не было. Поэтому и перекраивалась карта республики как угодно и кем угодно. И самое страшное без участия самих беларусов. Посмотрите что из себя представляло суверенное государство Социалистическая Советская Республика Белоруссия в 1921 году. После заключения Рижского мирного договора. Шесть уездов бывшей Минской губернии на площади чуть больше 52 тысяч квадратных километров с населением около полутора миллионов человек и мирным для западных беларусов этот договор Рижский 21 года прошлого века этот договор мирным не был. Цена территориальных потерь поломанные судьбы миллионов беларусов еще живы те, чья память хранит воспоминания о мучительных 18 годах жизни по разные стороны границ прошедшие не только через деревни города но и через людские души и сердца границы разделившей единый народ мы помним как за польским часом преданные своим традициям культуры вере и языку беларусы если что и имели в то время то горький сирочий хлеб рабский труд и разрушенные семьи и они сами поднялись на борьбу встали на защиту национальной культуры языка своего человеческого достоинства развернув масштабное партизанское движение и расплачиваясь уже тогда до Великой Отечественной войны за свободу своими жизнями историки насчитали несколько сотен крупных и мелких восстаний беларусов и украинцев за 20-летний польский межвоенный период от Первой мировой войны до Второй мировой войны Великой Отечественной мы помним ту жестокость с которой было подавлено Скидельское восстание когда польские жандармы резали всех подряд не счетя стариков женщин и детей помним дикие пытки которым подверглись узники концлагера Бероза Картузская и будем помнить героев ставших символами народного сопротивления в Западной Беларуси и Сергея Притыцкого и Веру Харужию деда Талаша Кирилла Орловского Станислава Упшаусова и других наших земляков мы мы сегодня видим силу и величие непокоренного белорусского духа в творчестве Максима Танка Валентина Тавлая Максима Севрука Григория Ширма и многих других видим чувствуем и помним и не надо спекулировать на теме пакета или пакта Риббентропа Молотова межвоенная Польша сама привела себя к раху когда принимались решения о начале освободительного похода Красной Армии она уже не существовала как субъект международной политики обратите на это внимание 39 год этап 39 40 годы они говорят не было Белоруссии западные земли это польские что они оккупированы были Красной Армией то есть наше объединение воссоединение ими воспринимается как оккупация но тогда уже этого субъекта который оспаривает этот факт не было 16 сентября 39 года в Румынию был перенаправлен золотой запас Польши а уже 17 сентября фашисты были в Бресте гитлеровская армия стояла на пороге Беларуси 39 год прошлого века до войны два года тогда на помощь западным белорусам и украинцам прошла Красная Армия большинство населения встречало красноармейцев как освободителей а воссоединение белорусских земель воспринимало как акт исторической справедливости это событие на целых два года остановило безумный библицкриг нацистской Германии более того повлияло на исход Великой Отечественной войны не было бы этого воссоединения не было это объединение белорусских земель не было бы этого единства русского белорусского украинского и других народов как минимум если бы граница под Минском проходила тогда Москва бы не устояла как минимум поэтому это событие как я сказал на целых два года остановило безумный блицкриг националистической Германии еще один парадокс истории белорус в союзе с другими советскими народами не только победили но и отбросив прежние обиды в 45 освободили Польшу от фашизма свыше 600 тысяч советских воинов среди них немало белорусов навсегда остались лежать в польской земле и кто там за бугром сегодня об этом вспоминает там по ту сторону буга кто вспоминает чем нам сегодня отвечают картами поляка фейками белсата программами калиновского политоге эмигрантскими центрами байполами байсолами и прочими идеологическими диверсиями добавьте к тому что на территории этих государств и особенно в Украине нашли удобное место сегодня формируются силовые подразделения для свержения власти в Беларуси и возвращения нас как минимум к тому 39 году память о героях Великой Отечественной войны сохранивших польскую нацию и государственность спасших прибалтскую цивилизованную Европу от коричневой чумы сегодня там просто стирают из истории внуки и правнуки тех солдат вермахта и германских сателлитов вы посмотрите на нынешних политиков Европы и наших соседей папа и дедушка служили в фашистских войсках вот они они сегодня рвутся сюда им нужен реванш развал Украины уже начался а польские литовские латышские политики судя по всему наивно рассчитывают выторговать себе будущее в новых геополитических реалиях они повторяют ошибку конца 30-х годов начало 40-х прошлого века вы помните как все лизали пятки фашистской Германии и Гитлеру особенно присмокалось руководство Польши и к чему это привело в первых числах сентября в течение двух недель Польша перестала существовать очень жаль что наши соседи не выучили уроки истории но главное чтобы мы помнили свой исторический опыт а внукам нашим не пришлось выстраивать национальную государственность заново время непростое сегодня только ленивый не провел параллель между событиями 19-го начала 20-го века и днем сегодняшним все помнят чем заканчивается нежелание великих империй договариваться наполеоновским нашествием двумя мировыми войнами и несколькими десятками локальных конфликтов и сотнями миллионов жизней а что сегодня Соединенные Штаты Америки толкают Европу в военное противостояние с Россией на территории Украины Свои планы они не скрывают Контракты уже заключены на годы вперед То есть Украину будут разрушать до основания И цель при этом ослабление России и уничтожение Беларуси И еще И еще пытаясь пытаясь давить на Сербию подбрасывают угли в тлеющее противоречие в Карабахе мутят воду в Сирии об Украине я уже сказал не все просто в Афганистане и соседних государствах я об этом вчера и позавчера очень много наслушался Вашингтон присутствует во всех значимых политических конфликтах при этом полностью игнорирует внутреннее противоречие на грани гражданского противостояния я излагаю факты мир потерял голову и трещит по швам чем все завершится все больше и больше задумывают даже обычные люди которые далеки от политики чем завершится с момента окончания холодной войны человечество впервые оказалось на пороге ядерного конфликта и в этом угаре нам еще не раз придется доказывать свою национальную зрелость готовность единым фронтом отвечать на геополитические вызовы 21 века но если тогда сто лет назад в начале 20-го столетия молодая белорусская республика не имела сил себя защитить то сегодня оборону наших исконных национальных границ мы не просто защитим мы удержим удержим потому что в наших жилах течет кровь победителей потому что у нас сильная власть сильная единая нация потому что мы просто хотим жить на своей земле своим умом и расти своих детей поважанная белорусская мы веками живем на гэтый богом призначены нам земли мы не жидаем чужого и николи не жадали велич и годность наших протков завсёды обуджалися перед любыми погрозами и николи не будавалися на принижении суседям как я сказал суседи от бога их не обираются мудрость життя якая передается с поколения в поколение и перед ким не кланяться жить своим розум и со своего мозоля у день народного единства мы упевнено кажем что справедвечная мара белорусов справдилась вы знаете у меня вчера состоялся интересный разговор с президентом Казахстана он бывший дипломат очень умный человек знающий море языков я всегда ценю его совет и даже поддержку он подошел ко мне очень много сейчас разговоров о суверенитете независимости кто прав кто виноват кто на кого нападает кто чьи интересы отстаивает он подошел ко мне и говорит Александр вы знаете я помню одно ваше выступление извините за нескромность очень мудрое я говорю в чем же мудрости что за тезис я там выдвинул а говорит ты сказал очень просто споры то дошли где Украина где Россия где Беларусь были такие государства как Беларуси нет и тогда говорит ты сказал такую фразу ну хорошо но не было Беларуси в какие-то времена а сейчас она есть и с этим надо считаться мы объедналися у одной краине у одной республицы от синей стушки Припяти до звонов Полоцкой Софии от Каменецкой Вежи и Неманских Хваль до Велишных Днепра и Сожа походню беларусской державности запалили у старожитным полоцким князстым и простогодние выпрабывания дякуючи силе духу наших протков отродили у Минску и под светлым знакам наше Одинство мы выполнены крочем у будущего так будет заужды это наша история со святым с Днем Народного Одинства АПЛОДИСМЕНТА 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 История лета не может существовать сама по себе она дает нам направление в будущее через историю мы познаем себя и свое место в этом мире через историю мы открываем новые пути к пониманию своего народа наша главная цель сохранить и передать нашим детям все богатство нашей истории и культуры мы не позволим им забыть кто мы такие белорусы только благодаря нашей исторической памяти мы остаемся единым белорусским народом АПЛОДИСМЕНТА КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТА КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТА АПЛОДИСМЕНТА КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТА АПЛОДИСМЕНТА